Беседа пятая, 339. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это, я знаю, дело поста еще не наступившего, неожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом. Он сегодня привел в матерние объятия тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестий он произведет в нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и выказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста. И он, оковываемый страхом и удерживаемый, как бы какими цепями, станет неподвижнее самых камней. Особенно, когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста молитву. Поэтому и Христос говорит, «Сей род не выходит, как только от поста и молитвы». Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшным врагам нашей жизни, то надо бы его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если чего должно бояться, то бояться надо бы пьянства и объедения, а не поста. «Те, срезав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некоему стерепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост и воюет против наших врагов, и освобождает нас от рабства и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда другие и любят, и ненавидят тех же самых, самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая он оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и в остекшие на вершины гор, и построив кель в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани взяли себе пост товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних, но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья столпы ветхозаветних пророков, хотя знаменитые и великие были по другим добродетелям, и имели великое дерзновение. Однако, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту. Ему поручил его спасение, как нежной матери и наивысшему наставнику. От всякого дерева, которое в раю, можете есть. А дерево, познание добра и зла, не ешьте. Это ведь род поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны с похотями, то гораздо более необходимость поборничества поста по открытии такой брани со стороны похотей и демонов. Если бы Адам послушал этого голоса, то есть повеление Божие не вкушать, а дерево, познание добра и зла, то не услышал бы другого. Земля ты и с землю пойдешь, возвратишься. Но как не послушал он того голоса, так за это постигли его смерть и заботы, и горести, и печали, и жизнь, тягостнейшая всякой смерти. За это тернии и волшцы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда придирает пост? Узнай же, как он и радуется, когда чтут пост. За неприбрежение поста он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял постящихся от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора над преступниками, по отправлению их на казнь, брать ведомых на смерть с самой средины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не двумя или тремя, или двадцатью человеками, но даже целым народом, тогда как великий и дивный город неневитян лежал уже на коленях, склонил голову к самой пропасти и готов был принять на правильный сверху удар. Пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его, город, из самых врат смерти и возвратил к жизни. Но если угодно, послушаем и самой истории. И было сказано слово Господне к Ионе, говоря, «Стань и иди в Неневию, город великий!» Бог, предвидя бегство пророка, с самого начала хочет возбудить в Ионе жалость с величием города, но послушаем и проповеди. «Еще три дня и Неневия погибнет!» «Для чего же наперед говоришь о том зле, которое хочешь сделать?» «Для того, что не сделаю того, о чем говорю наперед!» «Для того он угрожал и гиенной, чтобы не отвезти в гиенну!» «Пусть, говорит, устрашает вас слова и не опечаливает дела!» «А для чего он ограничивает срок столь кратким временем?» «Для того, чтобы ты узнал добродетель иноплеменников!» «Иноплеменников, то есть ниневитян, которые в три дня могли утишить такой гнев Божий на их грехи!» «И подявился человеколюбий Бога, который удовольствовался трехдневным покаянием за свое великое беззаконие! И сам-то не впал бы в отчаяние, хотя бы и без числа согрешил!» «Как вялый душою и беспечный, хоть и получит много времени для покаяния, полености не сделает ничего важного и не примирится с Богом!» «Так добрый и пылающий рвением и с великой ревностью совершающий покаяние!» «Может и в краткое мгновение загладить грехи многих годов!» «Петр не трижды ли отрекся?» «Не склятывай ли в третий раз?» «Не от того ли, что испугался слов какой-то ничтожной служанки?» «Что же, много ли годов нужно было ему для покаяния?» «Нисколько!» «Но в одну и ту же ночь он и пал, и восстал!» «Получил и рану, и лекарство, и заболел, и выздоровел!» «Как и каким образом?» «С тем, что он плакал и рыдал!» «Или лучше тем, что плакал непросто, но с великой горячностью и от сердца!» «Потому и евангелист не сказал, что он только плакал, но плакал горько!» «А какова сила его слез этого?» «Говорит, никакое слово не может изобразить!» «Последствия ясно показывают!» «Непреступно было то падение Петра, потому что ни один грех не может сравниться с отречением от Христа!» «Однако же, и после истории великого греха, Христос снова возвел ее в прежнее достоинство и поручил ему управление Вселенской Церковью!» «И что всего важнее, представил его имеющим больше любви к Богу, ежели все апостолы!» «Потому что сказал Петр, любишь ли ты меня более, нежели они!» «А с какой любовью ничто не может сравниться в качестве добродетели!» «Так, чтобы ты не сказал, что Бог по справедливости просил ниневитян, как и наплеменников и несмысленных!» «Сказано ведь, раб, который знал волю Господина своего и не делал, будет бит много!» «Чтобы ты, говорю, не сказал этого, для этого он и представил тебе Петра, раба, вполне знавшего волю Господа!» «Хотя он сделал самый тяжкий грех, однако смотри, на какую зашел высоту дерзновения!» «Так и ты не отчаивайся из-за грехов!» «В грехе всего преступнее то, когда остаются в грехе, и в падении всего хуже то, когда лежат по падении!» «Об этом и Павел плачет и рыдает, а это называет он достойным слез!» «Боюсь, чтобы, — говорит, — как, — когда приду к вам, — смирил меня Бог, и мне не плакать о многих, не просто согрешивших, но не покаявшихся в нечистоте, в блудеянии и в других грехах, которые соделали!» «А для покаяния какое время может быть удобнее времени поста?» 342 «Но возвратимся к истории. Услышав эти слова, восстание Дивней Невею, пророк сошел в Иопию, чтобы бежать, фаршившись от лица Господне!» «Куда бежишь, человек? Разве ты не слышал, что говорит пророк? Куда пойду от Духа твоего, от лица твоего? Куда убегу?» «На землю? Но Господня земля и все, что наполняет ее в ад, если сойду, сказано в ад, и там ты. На небо? Но если зайду на небо, и там ты. Или в море? Но и там, сказано, удержит меня десница твоя. «Что и с ним, и оно и случилось? Но таков грех, он доводит душу наше до великого неразумия. Как люди, с отяжелевшие от опьянения головой, бродят без цели, без разбора, и случится ли перед ними яма, или стремнина, или что другое, они падают туда от неосмотрительности, так и стремящиеся ко греху, как бы опьянеев от желания совершить грех, не знают, что делают, не видят ничего, ни настоящего, ни будущего. «От Господа бежишь, скажи мне? Так подожди немного, и на самом деле узнаешь, что ты не можешь убежать из рук подвластного ему моря. Действительно, едва Иона взошел на корабль, как оно воздвигло волны и поднялось высоко, как верная служанка, нашедшая беглого сараба, похитившего что-либо из господского имущества, да то ли не перестает всячески беспокоить, принявших его, пока не возьмет его с собою. Так сочный море, нашедший, узнав своего сараба, всячески беспокоит корабельщиков, метется, воет, и хоть не влечет в суд, но угрожает потоплением кораблю вместе с людьми, если не отдадут ему сараба. Что же корабельщики при этом? Написано Каждый стал бросать, что было на корабле, но корабль не облегчался, так как вся тяжесть оставалась еще на нем, то есть тело пророка. Дремя тяжкое не по существу тела, но по тяжести греха, потому что нет ничего столь тяжкого и неудобно носимого, как грех и непокорность. Поэтому и Захарий изобразил его под видом олова, а Давид, описывая существо его, сказал, беззакония мои превзошли голову мою, как бремя тяжелое тяготели на мне. И Христос к тем, которые жили во многих грехах, взывал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Так грех и тогда отягощал корабль и готов был погрузить его в воду, а Иона спал и храпел. Тяжелый это был сон, не сон удовольствия, но скорби, не беспечности, но печали, потому что добрые слуги скоро сознают свои грехи, что случилось и с Ионою. Совершив грех, он тогда же познал и тяжесть греха. Таково свойство греха, что он после того, как родится, пробуждает болезни, породившие его душе. Не так, как бывает при нашем рождении. Мы лишь только родимся, прекращаем болезни рождения. А он, коль скоро родится, терзает болезнями, породившие его помыслы. Что же кормчи? Пришли, сказанные к нему, к его они люди и сказали, встань и молись Господу Богу твоему. Он же из опыта узнал, что то была необыкновенная буря, но наказание не способное от Бога. Такое волнение, пред которым бессильное искусство человеческое. И что тут бесполезны руки кормчего. Для украшения его нужен был другой. Лучший кормчий, управляющий всем миром. Потребна была помощь свыше. Поэтому и корабельщики, оставив весы, и паруса, и снасть, и все, отняв руки от весел, подняли их к небу и молили Бога. Когда же это не помогло? Тогда, говорит Писание, бросили жребий. И жребий открыл, наконец, виновного. Впрочем, они не просто взяли его и бросили в воду. Но среди столь великого смятения и тревоги, как бы среди великой тишины, устроили на корабле судилище, дали ему его не говорить, дозволили защищаться, и все исследовали тщательно. Как будто должны были отдать кому отчет в своем приговоре. Послушай же, как они исследуют все, как бы судилище. Кто ты, и какое занятие твое, откуда идешь, и куда идешь. И из какой страны, и из какого народа море уже обвиняло его вопия против него, обличило его из-за свидетельства против него жребий. Однако же они, несмотря ни на вопль моря, ни на свидетельство жребия, не произносят еще приговора. Но как в судилище, хотя присутствуют и обвинители, предстоят и свидетели, и улики, судьи да то ли не произносят приговора, пока сам подсудимый не повинится в своем грехе. Так и здесь, Корабельжики, люди иноплеменные и несмысленные соблюдали порядок, какой бывает в судах. И это сделали они среди столь великого страха, столь великого волнения, столь великой тревоги, когда море не давало им вздохнуть. Так расшумело и ярилось, неистовством и воем воздымая непрестанные волны. Откуда же, возлюбленные, происходила такая попечительность о пророке? От устроения Божия. Бог так устроил это, вразумляя через это пророка, быть человеколюбивым и кротким. И как бы взывая к нему и говоря, подражай корабельщикам несмысленным. Они не пренебрегают и одной душой, и не безжалостные к одному твоему телу. А ты предал, сколько от тебя зависело целый город, в котором столько тысяч жителей. Они, открыв виновника приключившихся им бедствий, не спешат произнести обвинительный приговор. А ты, и не имея причины обвинять инеритян, потопил их и погубил. Притом ты не послушал, когда я повелевал тебе идти с проповедью, воззвать их инеритян ко спасению. А эти, корабельщики, и без всякого приказания употребляют все средства, чтобы тебя, оказавшегося виновным, избавить от наказания. В самом деле, корабельщики и после обвинения от моря, после улики через жеребий, когда и сам Иоанн обвинил себя и признался в бегстве, И тогда они устремились на погибель пророка, но медлили, удерживались и употребляли все средства, чтобы после такого обличения не предать его неистоству моря. Но этого не дозволило море, или лучше не допустил Бог, желая вразумить Иоанну, как через корабельщиков, так и через кита. И точно, услышав «Возьмите меня и бросьте в море, и море успокоится для вас». Они усиливались подойти к земле, но волны не дозволили. 344. Так вот ты видел пророка бегущим, послушай же, как он исповедуется из глубины, из чрева китова. То сделал бежалон, как человек, а это исповедание совершил, как пророк. Итак, море приняв его ввергло, как в некую темницу, но чрева китова, чтобы сохранить Господу, беглеца невредимым, не лютые волны, взявшие его, не задушили его, не более лютые, чем волны кит, поглотивший его, не погубил во чреве, но сохранил и привел в город. И море, и кит оказали сверхъестественное послушание, чтобы пророк всем разумился. И вот он, пришедший в город, прочел приговор, как старскую грамоту о наказании, и возвал, говоря, еще три дня, и Ниневия погибнет. Услышали это ниневитяне, и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все, мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы. Даже и бессловесные не были изъяты от этого общественного подвига. Всюду вретище, всюду петел, всюду плач и вопль. И сам облеченный Диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал петел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление, порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала Диадема, то совершил петел. «Видишь, не напрасно, — сказал я, — что бояться надо бы не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял, а пост поддержал его, и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там, с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели ярости, бросали убийственные взгляды, однако ж не коснулись лежавшей перед ним трапезы, то есть сброшенного в ров пророка. Но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, потому что нет ничего лютея этих зверей, и голод, потому что они не ели семь дней. Как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и три отрока, войдя в авилонскую печь, и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Но если тот огонь был действительно огонь, как же он не сделал того, что свойственно огню? Если тела отроков были точно тела, как же они не потерпели того, что свойственно телам? Как? Спроси у поста, и он ответит тебе, и сам разрешить тебе загадку. Это действительно была загадка. Природа тел боролась с природой огня, и победа осталась за телами. Видел ты чудную борьбу? Видел еще более чудную победу? Поделись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет ворвель вином, и изгоняет демонов, и изменяет определение Божие, и укращает неистоство страстей, и возводит нас к свободе, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он говорит, измождает наше тело до немощи, говорят, но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний наш обновляется со дня на день. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. Если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, о болезнях в ногах и о болезнях головных, об апоплексии и о рвоте, о водяной болезни, о воспалениях и опухолях, и о бесчисленных множеств других болезней говорят, что они происходят от лакомства и присыщения, как от самого нечистого источника, нечистой ручьи, пагубной для здоровья тела и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол, не без причины внушая вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, и губят сегодня сами себя пьянством и присыщением. 346. Поэтому советую не губить наперед объедением и пьянством ожидаемое с поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надо им принять горькое лекарство, наполнят себя излишней пищей и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас же обратилась на излишние мокроты, причиняющие болезнь. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачерство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребит против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвой мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. И так не будем, уступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству. Да бы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что, оправляющийся от болезни, этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душой, когда мы в обоих случаях и в начале и в конце поста омрачаем облаком пьянства трезвость, полученной нами от воздержания. Как готовящийся сражаться с дикими зверями, сперва ограждает главные члены своим многими оружиями и щитами, и затем уже вступает в борьбу со зверями. Так и теперь есть много людей, которые готовят сражаться с постом, как бы с диким зверем, ограждая себя объедением, и до крайности обременив и обращив себя, весьма неразумно встречают тихое и кроткое лицо поста. И если спрошу тебя, для чего сегодня идешь в баню, ты скажешь, чтобы с чистым телом встретить пост. А если спрошу, от чего упиваешься, ты опять скажешь, от того, что готовлюсь вступить в пост. Но не странно ли этот прекраснейший праздник встречать с телом чистым, а с душою нечистую и откиневшую? Можно бы сказать и больше этого, но для здравомыслящих этого довольно для исправления. Итак, надо бы нам прекратить слово, потому что хочу я послушать и голоса отца. Мы, как малые дети, пастушеские дети, играем на легкой свирели, сидя под сенью этого святилища, как бы под дубом или тополем. А он, подобно тому, как отличный какой музыкант, настроив золотую арку, стройности звуков восхищает всех слушателей. Так и он доставляет нам великую пользу не стройности звуков, но согласием слов и дел. Таких-то учителей Христос ищет. Сотворивший, сказал он, и научивший, этот великим наречется в Царстве Небесном. Господобимся же и мы по молитвам и его, и всех сослужителей, получить Царство Небесное, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.